Беспорядок Беспорядок Сам PI Я считаю это чисто политическим решением То есть принятие русского языка Страна может развиваться и жить, когда в ней есть культура Заоженная культура Которую разделяет Ценности этой культуры разделяют ее жители И принятие русского языка, которого государственного Придет к тому, что Украинская партия и так достаточно слабая и не устоявшаяся, будет просто вымыта из этой страны, поэтому я считаю это антигосударственным решением. И дивидендов партии регионов, то есть тем партиям, которые в принципе лоббировали это решение, я думаю, оно не принесет, потому что у людей есть более другие ценности, другие какие-нибудь задачи, которые нужно решать, а не думать о языке, то есть никто не запрещает нам говорить, думать на русском языке, но Украина должна оставаться Украиной, Украина должна иметь свой язык, свою культуру, свои традиции, которые люди, живущие в этой стране, должны разделять. Ну я тоже за украинский язык, потому что это наш родной, я считаю, что должно быть как во всех странах развитых, цивилизованных, мы должны тоже читать и разговаривать на своем родном языке, и это несправедливо, что такое, я считаю, что неправильно повели себя депутаты, что они так проголосовали, там видеть, какое наличие было, что с чем-то человека высветилось на табло 200, ну в общем, беспредел, он есть беспредел. «Это чисто политическая политика, ну а русский, украинский, в принципе, должны быть, у нас желательно русский, ну тоже русский, как и украинский, ну а где в Крыму татарский, а где будет?» «Поддерживаю принятие закона, вполне я считаю, это разумно. Желание есть такое, документацию оформлять на русском языке, вполне логично, удобно, по крайней мере, жителям восточной Украины, восточной части Украины, логично принятие закона такого». «Я против того, что там сейчас творится в Киеве, и то, что за это платят деньги. Ну, вам не нравится, молчите, как бы, то, что они против русского языка, им же ж это ничего не будет, они могут делать на украинском, а люди, которые говорят на русском, им это удобно, поэтому я против того, что там запастовки, не надо это поддерживать». «Думаю, что правильно, что принимают русский язык, считаю, что правильно. Надо уважать тех, которые не владеют еще украинским языком, и также разговаривают на русском». «Я за русский, я русская сама, и поэтому я за русский». «Я не имею понятия, что там происходит, извините». «Ну, я за украинский вообще язык, конечно. Украина есть Украина, и хотелось бы разговаривать на Украине, общаться на украинском языке. Я за». «Меня все устраивает. Я на каком хочу, на таком разговариваю языке. Я считаю, не надо делать и смуки слона раздувать». «Вообще, я думаю, что это просто надуманная проблема, и никто никогда не запрещает разговаривать на украинском или на русском. Вот у нас, знаете, там проводится акция, там, скажем, партия регионов, мы хотим разговаривать на родном языке. То есть, само собой подразумевается, каждый может, для кого украинский, для кого-то русский, для кого-то татарский, для кого-то, может, и немецкий там свой родной язык. Поэтому, скажем, я против того, что сейчас творится в Киеве. И, в принципе, лучше бы они занимались каждым своим делом. И тогда бы в стране было бы все нормально». Кто-то, если бы вы попробовали, и я пошевать ваша, а другой мы решили в целом,